Девушки отдыхают Когда-то я для этого и отправила тебя к нему Устроила твою жизнь За это ты должна была Удерживать моего сына вдали от вредных привычек И кроме этого делать все, чтобы он был бдителен к врагам Я все выполняла? Вам хорошо это известно, госпожа Разумеется, я знаю многое Но, думаю, есть такие вещи Которые сокрыты Я права? Я совершила какой-то проступок, госпожа? Это ты, верно? Хори Джихан в столицу вызвала ты И ты сообщила о Никахи Шахзаде Боизетта Верно? Что вы, госпожа? Если увижу Что ты хочешь поссорить братьев Или препятствуешь их попыткам сблизиться Тогда я отдам приказ, и тебя зашьют в мешок А затем бросят в холодные воды Босфор Ты поняла меня? Госпожа Простите меня, госпожа Я всегда была верна вам Я за вашу жизнь отдам Я пытаюсь защитить Шахзаде Сейчас он очень страдает Он в трудном положении И нуждается в вашей поддержке Для него это очень важно Прошу вас, не отворачивайтесь Не лишайте нас своей защиты и надежды На поддержку с вашей стороны Я всегда поддержу своего ребенка И как бы враги не пытались нам навредить И настроить нас друг против друга У них ничего не получится Они должны Знать, что мы всегда будем вместе Селим Несмотря на мой приказ Не покинул столицу Вместе со своим гаремом Он еще здесь Я считаю, что ваша вражда Слишком затянулась Пора забыть о взаимной ненависти Нужно остановиться Он расскажет повелителю о том, что я совершил никак с Хури Джихан И вот тогда ему не скрыться И вот тогда ему не скрыться от моего гнева Ты волнуешься зря Он не скажет ему Вы всегда заступали за Селима, были на его стороне И что же Теперь всем понятно, что он стоял за всеми интригами Доверять ему не следует, мама Я не доверяю Вы должны решить, с кем вы С ним или со мной Что ты такое говоришь, подумай Ты хочешь, чтобы я выбирала, кто из вас мне дороже? Не смей ставить мне условия Для меня вы одинаково дороги Я прощаю вам все ваши ошибки Пытаюсь сделать все, чтобы не допустить вражды Но повелитель Не такой Он не простит И казнь Шихзаде Мустафы тому яркий пример Ты помнишь? Помнить, как отец убил Мустафу, я буду всегда Забыть такое нельзя Я ничего не забыл, мама Ничего Что еще случилось? Зачем Рустам Паше желает увидеться со мной? Думаю, что это касается Синана Паши Смерть Паши сильно потрясла его Госпожа Рустам Паша Твой брат Синан Синан Паша Он был хороший человек Да упокоит его Аллах Аминь Спасибо, госпожа Ты вернулся во дворец в Аскюдаре? У меня не было выбора Я скрывался, но меня находили Хвала Аллаху Шихзаде Байзет Повелел приставить ко мне надежную охрану И все равно я нахожусь на волосок от гибели Мы все понесли тяжелые потери И продолжаем их нести Эта война не окончена Настал ваш черед О чем ты говоришь? Скажите Вы уже сделали свой выбор? На чьей вы стороне? На стороне Шихзаде Байзета? Или Шихзаде Селима? Я не намерена выбирать между сыновьями Если поддержу одного Тем самым откажусь от второго Откажусь от себя самой Госпожа Когда еще не было известно Кто станет Санжакбеем Сарухана Именно вы обратили внимание Повелителя на Шихзаде Селима Вы сделали это Защищая Шихзаде Байзета И это очень мудрое решение Однако позже оказалось Что вы поддерживаете Шихзаде Селима Тогда ситуация была другая Шихзаде Мустафа был жив Теперь же все изменилось Сейчас принять решение намного труднее Да, госпожа, все изменилось И сегодня невозможно поддержать обе стороны Надо решить, на чьей стороне остаться Никогда, Рустам Никогда Погода меняется Весна близко Мой Джихангер не увидит этой весны А повелитель мой Теперь далеко отсюда Госпожа Повелитель скоро должен вернуться Неважно, во дворце он или нет Мих Ренеса была права В нашу жизнь пришла вечная зима Теперь для меня Весна не наступит никогда Мама Сели Могу я узнать причину вашего визита? Сынок Тебе Пора возвращаться в Сан-Джек Это Бейзет вас прислал? Хочет и отсюда меня выгнать Вражда между тобой и Бейзетом Очень сильно меня беспокоит Для сохранения мира тебе надо уехать И вы верите в то, что говорите? Пока вы поддерживаете Бейзет, он будет делать все, что ему вздумается И бездна между нами станет еще глубже Сели Нет, мама Он думает, я сдамся Но он ошибается Я не намерен раньше времени отправляться в могилу Мне очень горько осознавать Что вы враждуете Враги радуются Теперь мои сыновья ненавидят друг друга Для матери это большое горе Поверьте, я этого не хотел Что ж, хорошо Жди повелителя Но положи конец противостоянию с Бейзетом От этого никому из вас пользы не будет Да Госпожа Я не знала, что вы здесь Я побеспокоила вас Я собираюсь уходить Времена года будут сменять друг друга Пролетят годы Но эта рана Будет кровоточить с каждым днем все сильнее Принося Такие же сильные страдания, как и в первый день Тот ли я Сулейман, который тогда отправился в путь Тот ли самый я человек, который возвращается сейчас Похоронив двух сыновей Я знаю, что там, где раньше билось мое сердце Теперь лежит черный камень Там нет больше места ни для радости Ни для любви Отныне не избавиться мне от той тяжести, что сжимает мое сердце От тех кинжалов, которые я не в силах вытащить из своей груди От тех стрел, что вонзились в самую глубь моего сердца И с каждым днем отравляют его И от сжигающих душу мук совести Перед ныне живущими в этом мире Отныне, при виде раскрывающихся бутонов роз Я буду вспоминать об осени Оглядываясь на свою жизнь Я буду думать о неизбежности смерти И о том, что всему прекрасному в этом мире приходит конец Субтитры создавал DimaTorzok Как из-за одного поникшего цветка Увидает весь розовый сад Как розы теряют свой прекрасный аромат Так и мы прожили весну своей любви Погрузились в нее с головой Насладились ее плодами Но теперь для нашей любви Наступила зима Субтитры создавал DimaTorzok Мама Силим Постарайся забыть о Никахе Боизета Обещаешь? Повелитель захочет узнать причину нашей ссоры Послушай, сынок Я не против тебя Но если ты расскажешь о тайне Боизета Это все изменит Объясни Зачем повелитель отправил туда соколу? Боизет не исполнил приказ повелителя Он не уничтожает этих смутьянов А наслаждается жизнью в Эдирне Повелитель, узнав об этом, сильно разгневался Ты предпочел промолчать? Не вступился за брата? Да, я промолчал Если бы я начал, было бы только хуже И я сделал это ради вас Войди Госпожа Госпожа, беда Госпожа Шихзаде Беда Случилось страшное Что случилось, Симбюль? Хуриджи хан султан Прямо сейчас направляется к повелителю Ее служанке сказали, что она собирается Рассказать ему, что она совершила Никах с Шихзаде Боизетом Она, похоже, разум потеряла Она подвергает опасности моего сына А может, это ты все подстроил В таком случае Тебе не избежать моего гнева Вы будете сожалеть об этих словах, мама Я не имею к этому никакого отношения Ты слышала, что случилось? Мама, постойте Хуриджи хан собирается во всем признаться Это я ее отправила Как ты могла это сделать? Так лучше для всех Повелитель рано или поздно все равно узнает Хуриджи хан Вы поговорили, что сказал повелитель? Ну же Что он сказал? Мы зря его боялись Повелитель давно все знает Ах, Селим Это не он, госпожа Повелитель узнал это раньше Еще во время персидского похода В последнее время Повелитель не разлучается с тобой А вернувшись во дворец Назначил тебя главным помощником Такова воля Повелителя, госпожа Тогда расскажи мне Как Повелитель себя чувствует? Что он все это время делал? Как вам известно Произошедшие события весьма его истощили Однако Хвала Всевышнему Теперь он здоров Да поможет ему Аллах Значит боль утихла Он успокоился? Разве это возможно? Может ли это боль утихнуть? Совесть его мучается от сознания вины заслучившейся Это такая смерть По которой даже траур носить нельзя Рана в сердце и душе будет кровоточить До тех пор, пока не прервется дыхание Таково состояние Повелителя И смею предположить, что и ваше тоже Не дерзи, Ферхат Ага Не забывай, что перед тобою твоя госпожа Ферхат Ага прав Эта боль не уйдет Как мы сможем теперь смотреть в глаза друг другу? Не будем разве В каждом взгляде мы видеть лики наших умерших детей Я буду видеть Джохангира А повелитель никогда не забудет Мустафу Аллах, посылая горе Дарует также избавление Не только боль от утраты Прочитаете вы на лицах друг друга Но и найдете утешение Горе Так же, как и радость Очень часто объединяет людей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сулейман Прости Я не слышала, как ты вошел. Ты, как и я, не можешь уснуть. Невыносимо, да? Мы никогда не сможем забыть того, что с нами произошло. Что бы мы ни делали, мы не сможем забыть. Мы, как мотыльки, будем порхать вокруг огня снова и снова. Что это за огонь, Херэм? Боль от потери ребенка или муки совести? Только ты можешь понять меня. А я тебе. Детей, у которых умерли родители, обычно называют сиротами. Их положение можно выразить одним словом. А мы с тобой потеряли ребенка. И вряд ли найдется слово, что выразит нашу боль. Редактор субтитров – Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Боезетта обвиняют В предательстве и пособничестве бунтовщикам Я знаю сына Это заденет его гордость Узнав об этих обвинениях, он не вернется сюда Ты должен сделать что-то Привези сюда Боезетта В том случае, если он не приедет, случится беда Повелитель пошлет за ним стражу Не знаю, насколько это будет правильно, госпожа Возможно, повелитель, не приведи Аллах Вынесет Шахзаде смертный приговор Матушка, нет Ростэм, сейчас же поезжай в Эдирна и привези сюда сына Мехмета и Джихангиры я уже потеряла И не могу потерять еще и Боезетта, я умру Не волнуйтесь, госпожа Я во что бы то ни стало привезу шахзаде сюда Но не забудьте этот день Не забудьте этот день И того, кто, несмотря ни на что, всегда остается рядом с вами Все обвинения против Боезетта, Клевета Уверена, что ему подстроили ловушку Другого объяснения нет Его хотят выставить твоим врагу А как ты объяснишь его поступок, Хюрем? Я приказал ему подавить восстание Он же предпочел отсиживаться в Эдирне Я больше доверять ему не смогу Ты узнаешь правду, Сулейман Узнаешь? Это ловушка Уверена, это очень скоро выяснится Думаешь, это ловушка? Тогда скажи мне, кто ее подстроил? Кто стоит за всем этим? Все знают, что произошло за эти два года Меня теперь считают врагом И поэтому все набросились на моего сына Мои враги пытаются погубить его своей ложью Поверь, Сулейман, это только клевета Боезет, свет очей твоих Твоя гордость У меня было четыре сына Уже нет двоих Двоих прекрасных шахзады я похоронила Больше я не хочу такое испытать Я не позволю Если кто-нибудь постарается нанести моим детям вред Я этого не допущу Хюрен, сейчас же иди в свои покои И не появляйся, пока я не позову тебя сам Сколько еще его ждать? Где же он? Он уже должен приехать Госпожа, волноваться не следует Наверняка они уже близко Боезет в последний момент мог передумать Только этого не хватало Если он передумал, я его не спасу Боезет Хвала Аллаху, ты приехал Мама Мы так боялись, что ты не приедешь Повелитель будет рад, что ты послушался и приехал Я приехал сюда не по приказу Повелителя Мехримах Я приехал ради матушки Боезет Прошу тебя, не упрямься Попроси у отца прощения Не просите меня об этом За мной никакой вины нет Мне не за что просить у него прощения Лакманага Сообщи Повелителю о моем приходе Сынок Я всегда на твоей стороне И знаю, что ты ни в чем не виноват Я тебе верю Но я волнуюсь очень Перечить Повелителю не надо Попроси прощения Ты ничего не теряешь Это совсем не сложно Это очень сложно Меня оклеветали Вам ясно? Я не стану извиняться Даже если Повелитель решит меня казнить И я не извинюсь Шех Заде Повелитель ожидает вас Госпожа, что происходит? Селим Прошу тебя, не ссорься с братом В присутствии Повелителя Вы не сможете помешать тому Что суждено, мама Не вмешивайтесь Госпожа Что ты здесь делаешь, Хатун? Иди в свои покои Это было желание Шех Заде Поэтому я останусь Ты должна вернуться в покой Я хочу, чтобы ты ушла отсюда Повинуйся Иди и ты, Хуриджихан Я думал, кто из вас достоин трона И я понял Если будет на то воля Аллаха Я хотел бы видеть на троне после себя Шех Заде Селим Пусть все знают об этом И прежде всего ты, Боизет Повелителя Боизет Боизет Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...